В Сыктывкаре завершились последние матчи новогоднего турнира по хоккею с шайбой на призы Деда Мороза. Особенно яркой получилась встреча команд «Спартак» и «Авангард-2». Виктория Палкина лично убедилась в том, что трус не играет в хоккей. Перед выходом на лед хоккеисты получили последние тренерские указания. Наставники обеих команд сделали акцент на одном – играть до последнего, стоять до конца. Защитники еще раз говорят, слушай внимательно, защитники не бросаются на один край. Быстрый гол на первой минуте выводит «Спартак» вперед. Но тут же «Авангард-2» забивает и сравнивает счет, заставляя соперника нервничать. Между тем, дай родителям волю, и они сами выйдут на поле. Удачи, мастерства и всего хорошего. Главное, чтобы живы-здоровы остались после игры. Во втором периоде, казалось, счет на табло залил, но все-таки инициатива была у красно-белых. Тренер «Спартака» то и дело кричал – нет голов, нет побед. И команда раскочегарилась. Друг за другом в ворота «Авангард-2». Ушли сразу две шайбы. Я думаю, «Спартак» просто поймал свою игру. Они как бы изначально посильнее команда, чем «Авангард-2». И «Авангард-2», наверное, подсел, подустали ребята. Они младше них. Третий период шел под диктовку красно-белых. Они и заработали в этом матче очки в свою копилку. К этой очень нужной для себя победе они шли точно и уверенно. Между тем, высоко оценили игру своего соперника – команда «Авангард-2». После игры пообщаться с хоккеистами нам удалось в раздевалке. Здесь, правда, яблоку негде упасть. Родители, тренеры и веселые хоккеисты. Сейчас мы найдем капитана команды «Спартак» Максима. Максим, ну что, мы поздравляем тебя с победой. Расскажи, что сегодня можешь сказать про игру своей команды. В целом я игрой доволен. Счет, табло наш. Игра наша. Единственное, что мы плохо еще работаем с вратарями. После того, как эмоции поутихли, в раздевалке опять начались разговоры по поводу того, что детей не хватает. Сегодня в секции «Хоккея с шайбой» родители не спешат вести своих чат. А зря, говорят тренеры. И этот турнир – тому доказательство.